МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейтинг самых популярных именов для новонародженных на Гомельщине означалили Артем и София. Морозы не затримаются надолго, завтра знову чекается одлига. На Росе СОЖ зимуются дикие качки. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня на посяжении Гомельского облвыконками обмеркованы выникки социально-экономичного развития региона в минулом году и вызначены задачи на этот год. Ця рода основных приоритетов – знижение вытворчих затрат, повеличение экспорта и рост реальной зарплаты. Олег Сентяров ознайомимся с принятыми решениями. По великим рахункам выникки минулого года – это та и основа, на которой будет развиваться экономика Гомельской области селитом. Некоторые параметры еще удокладняются, а где уже можно свержать – за 11 основных показчиков выконано 7. Тут есть на чем прорисовать местным органам УЛАДы, а где можно констатовать и тот факт, что некоторые проблемы только на узороне в области не вырешить. Пескравый приклад – экспорт послух, а маль 80% при статорах запланованных. Это пеш за все снижение объема пропомпования российской нафты про белорусский нафтопровод. Со снижением поставок российской сыровины связываются и проблемы в работе Мазевского нафтоперепроцентчика завода, что в свою очередь поуплывало на невыконание такого показчика, как валовый региональный продукт. Разом с ним сказать, что на местах робится усема, чем мы по культам самонелька. У принятой постанове значается недостатковая работа по экспорте товаров, по величине розничного товара обороту и росте реальной зарплаты. Тут некоторым державным предприемцам есть, чему получится у приватного сектора. Если говорить об объемах производства, они у них выросли на 8,2%, в отличие, скажем, от других предприятий. Там и уровень заработной платы уже на многих предприятиях в эквиваленте составляет 500 долларов. Сверху станучих моментов, які свечатся об стабилизации ситуации у реальном секторе экономики региона, снижение складских запасов. У минулом годе гэта покажчик склада около 30%, что удвоя меньше норматива. В 2015-м для поравнания на складах часто знаходящиеся месячные объемы готовой продукции. Улику причин приобщения ситуации у пешую чергу называются снижение вытворчих выдатков и, як следство, повышение конкурентно-сдольности. Все ли та ответная работа поведна быть протягнута? Гэта одна из головных задач для предприемства региона. Рынки перенасыщены, и поэтому чем дешевле будет производиться продукция, тем больше шансов ее реализовать как внутри республики, так и за пределами страны. Задачи те же – снижать затраты, увеличивать объемы производства конкурентоспособной продукции. Пытания нарушения экспорта сегодня актуальны и для агропромыслового комплекса. Значная частка проблемы сельскохозяйственной продукции накируется в замеже Беларуси, что напрямую уплывая на наполнение с бюджетом. В связи с санкциями, у относенных до шерва перепространяющих предприемств, в опорный час тут так само возникли пыльные проблемы. На их кончатковое выращение отводится максимум один месяц. Задача нам по экспорту 106% она выполняется только в том случае, если будет раскрыто предприятие на Россию. Это Белсыр, это Раджовский МКК и Калинка. Они сегодня прокрыты Российской Федерацией на экспорт. Но мы занимаемся, я думаю, что в течение января, конца февраля вопрос будет тоже решен. Продукции есть у нас. Мы сейчас принимаем меры, чтобы по сырьевым зонам молоко перебрасываем в другие предприятия, которые проводят экспорт. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерады компания «Гомель». Профсоюзы, молодцы ветераны. Три громадские рухи «Гомельшины» в минулом году объеднали свои намагания в деле выращения огульных задач. И про сгод сегодня сустрелись АК по 200 выники и вызначить планы. Про их супрацовничество на конкретных прикладах расскажет Ганна Ковалева. Год тому в этой же зале было подписано первое походнение об супрацовничестве трех организаций «Гомельшины» – БРСМ, профсоюзных объединений и организаций ветеранов. Про сгод я не собрались, как проанализовать проведенную работу и скласть огульные планы на 2016 год. Это соглашение нас объединяет общей цели, которая направлена на социальную защиту пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним. Соглашение в области культуры, в области патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. Обмен информацией и взаимное соединение, супрацовничество трех организаций, велось и до подписания походнения. Документ же дозволил эту работу сделать больше предметной. До приклада, в 2016-м профсоюзные организации агропромысловой сферы пришли на допомогу дельникам войны по опрацуции огородов. Экскурсийные поездки, санаторный отпочинок – это только частка социальной и материальной поддержки, которую профсоюз оказал ветеранам. У Сегона это выдастся больше 400 тысяч рублей. Профсоюзы оказали большое содействие, особенно в период наших отчетных выборов компаний. Профсоюз много оказал помощь в проведении как собраний, так и поощрений, так и привлечения к культурно-массовой работе и жизни этих людей. И ветераны за это им говорят спасибо. Подтримливала профсоюзная организация и активистов БРСМ. Так, где куча этому тандема, музей БУС, к ветке Великой Перамой и в минулом году смог объехать усе в области краины. Еще один приклад – волонтерский проект «Усе фарбы життя для тебе», мы-то якого – организация доброченных концертов, усе сродки от продажи билетов идут на лечении тяжко хворых детей. В планах на 2017 год продолжить реализацию проекта «Цветы Великой Победы», открытый диалог, диалог поколений. И в апреле, вот из ближайших планов 2017 года, провести трём партнерским организациям совместный месячник, сохраним памятные века по благоустройству, приведению надлежащих порядок, памятников, обелисков и сохранения времен Великой Отечественной войны. Гэты и широк инших планов на 2017 год стали основой нового походнения, якое подписали три баки. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» открылся 18-й областный конкурс навыково-технической творчести наученцев «Техноинтеллект». На протягу двух дней ягоудельники будут презентовать распроцовки, сделанные с выкористанием сучасных технологий. Техничное конструирование, робототехника и интеллектуальные системы, а так само мультимедийные технологии, вылечальная техника. Вселета конкурс проводится по шести на керунках. Сярод ягоудельников колясо 150 наученцев агульноэдукационных школ, гимназий, ліцеев и колледжев, які маюць схильнасті до навыково-даселічай дзейнасті. При гэтам апрача демонстрації распрацовок організаторы продугледзіли і теоретичны тур, пачас якога конкурсанты павінны варашыць фізічныя задачі з технічным зместам. Вынікі конкурсу будуть падведзіны заутра. Дипломанты отрымаюць макчымасць стаць членами областной команды і прыняць ўдзіл у адповідных республіканскіх спаборництва. 18 лет – это совершенналетие, і ми дуже раді, що совпало з Годом науки, тому що цей конкурс – це все-таки праздник науки нашої молодежи. Увеличивається калічество участників нашого конкурса, він приобретає популярність, але при цьому хочеться отметити, що уравінь робот з кожним годом становиться все віше і віше. Один день безпеки дорожного руху пройде завтра в Україні. Мероприємство проводиться під девізом «Выконуваєм правилы дорожного руху, попереджуєм ДТЗ». Літось на території Гомельської області відбілося 470 дорожньо-транспортних здареньів. У їх выніку загинули 96 чоловік. 487 отримали травмы різной ступені тяжкості. По віні водителя відбілося 381 ДТЗ. Пішоходи віноваты у 64-х. 57 ДТЗ учинені водителями у стані алкогольного оп'яніння. Завтра по всій країні інспекторы ДАИ наведують працівні колективи і установи аддукації. Нагадаються усім удзельникам дорожного руху об їх правах і обов'язках, отказності за невыконання правилів. Повышенню увагу супрацівники ДАИ нададуть юним удзельникам дорожного руху. Протягуємо випуск. Сьогодні у Гомеля відбувся финальний етап обласного конкурсу «Спадшина». Його удзельниками стали навученцы, работники установ професійно-технічной і середній спеціальній аддукації. Головная мета конкурсу – виявлення і підтримка таліновітій молоді, а так само профорієнтація. Попередні туры стартовали у листопадзі минулого года. Тоді було заявлено 250 робот, і тільки 50 пройшли у фінал. Ця рот удзельників опошній гаїтапу будутьші будовніки, поварі, цырульніки, наставніки, музиканты і представніки інших професій. А в своїй праці яны розказують з допомогою поэзії, хореографії і хісторії. Так у одній з номінацій удзельники представили дослідчі роботи. Журі заслухали доклади о працівних дінастіях, і котре выступлень не здівіли глибінюй проведеного дослідвання. Ми хочемо показати многогранність професій профтехообразовання і самих учащихся показати, наскільки вони творчі, талантливі діти. На награжденні церемонії ми планируємо і будемо це робити. Ми пригласимо старшокласників всіх наших учреждень і образування міста Гомеля, щоб вони в полной мере змогли ознакомитися з тими замечательними професіями, які є профтехообразовання. Намагання конкурсантов оцінюють журналісты і представники громадських організацій. Врачистая церемонія узнагародження пераможців відбудеться 3 лютого. Супрацівники Гомельського обласного архіва ЗАГСа назвали саме популярніе в минулому годі ім'я для новонароджених. Так, другий год запор лідером рейтингу з'являється Артем. В минулому годі так назвали 540 новонароджених хлопчиків. На другий місць так само два годы тримається Максим. Следом за ним летосі шли Іван, Кирил і Олександр. А ім'я, які означалюють Жаночий рейтинг, м'яняються, що год. Так, у 2015-м на перші місці була Дар'я, а летосі на другое місце яє перем'ястила Софія. У ліку популярних так само Ксіні, Анастасія і Ганна. Що тишиться рідких іменів, у регіоні з'явилася на світ дівчинка по ім'я, Малина. По словах работників ЗАГСау, орентовалися батьки і на ім'я, на любимих киногероїв. Так у 2016-му у регіоні з'явилися тезки Констанці з Д'Артан'яно і трох мушкетерів, а так само Ельзи з мультфільма «Холодне серце». Роботники архіву означають, шмат годів дівчинок не називають Зінаїдами і Светланами. По їх називаннях усьо часті при выборі ім'я батьки стали звертаться до істори. Набирають популярність старославянські ім'я ім'я, і махчима празнікалькі годів рейтінгу популярності будуть ўже Ефросіні, Матроны, Прасков'ї, Аристархі і Доброславы. Морозы не затримаються надолго. Уже завтра у день знов чекається відлига. По інформації обласного гідрометцентра, на більшій часі території пройде снег і мокрий снег. На особних участках дорог заховається гололєдіцца. Температура поветра у наші складе до минус 10-ти при проясненнях до 11-ти, 15-ти градусів морозу. У день злобки термометра максимально вздымуться до плюс 2-х. На выходних ветер змінить на керунок на пауднёвый. Чекається туман, мокрый снег і дождь. Температура поветра от минус 3 до плюс 2-х. Наступний видеоматериал дослав на адрес телерадиокампании Гомель наш глядач Вадим Маляренко. Мужчина зняв на камеру телефона з граю качок, які плаваюць про це СОЖ. Гомельчанин выказав за непокійність, як птушки зімуюць у наших умовах. Відовіше доволі незвычайнае зімой водоплавным птушкам саме місце не у Гомельськім парку, а у далёких пауднёвых країнах. Крыжанка лишиться наибольш відомой і розповсюдженной дикой кашкою. Менавіто процедуники такого виду птушек сьогодні населяють в Берах СОЖа. Як розслумачили нам екологи, зімовка птушек на открытых водоемах, де, не замерзая вода, у опошній годы не редкость. Кашки застаються, коли їх регулярно кормять люди. Але при гэтым, подкормлюваючих птушек, в тёплый час года человек приносит їм шкоду. У них притупляється натуральний інстинкт по пошуку ежи. Многие потом гинуть у морозы. І коли уже городские жихары прикормили качок летом, то і зимой несуть за їх отказность. Вообще, подкормка птиц, применительно к водоплавающим птицам, это не совсем правильно. Но в какие-то дни, когда температура опускается ниже 20 градусов, когда очень крепкие морозы возникают, мест, где птица может найти все пропитание, становится меньше, и именно в эти дни можно прийти покормить водоплавающих птиц белым хлебом, например. Всякие другие виды поконки, то же самое черный хлеб, это очень вредно для птиц. Даречи, допомогти водоплавным птушкам можно и іншим чинам, коли принять удел в аусе европейской акции по зимовым улику птушек. В любой день уперед до 20 лютого варто прийти на водоем, где знаходиться великая колькость птушек, перелечить их, сфотографовать и отправить седать в офисе громадского объединения хова птушек батьковщины. Эти дадены допомагают орнитологам усяго света выявлять причины и наступствия зимовки птушек на родине. Эти и инши новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tv.gomil.by На этом выпуск завершенный у студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова